Кто такой Хазрет Савмен, никому в Красноярске, да, пожалуй, и во всем крае рассказывать не нужно. А вот сколько добра этот человек делает для нашего города, и его жителей стоит знать всем. В самых разных сферах Хазрет Савмен поддерживает идеи и начинание красноярцев и помогает развивать город. Только в прошлом году, 70-летия Победы в Красноярске, реализовали целый ряд совместных патриотических проектов, в том числе и уникальная передвижная галерея Лики Победы. Это портреты наших земляков с героев Советского Союза. Вместе с фронтовыми артефактами выставка экспонируется в школах, вузах и дворцах культуры. Эта война коснулась каждого из нас, в том числе и моего прадедушку по линии бабушки. Он воевал на Восточном фронте, как я помню. Бабушка очень много про него рассказывала, был добрым человеком, но показывала его портреты. Но, как я знаю, он пропал без вести. Знаковым проектом, реализованным при поддержке Хазарета Савмана, стало создание мемориального комплекса, посвященного труженикам тыла, рабочим завода «Красмаш». В годы Великой Отечественной войны, произведенные их руками зенитки, уничтожили более половины всех фашистских самолетов. Этот мемориал посвящен подвигу красноярцев, женщин и детей, трудившихся в тылу. Это память тем, кто воевал, тем, кто добывал победу. Вот в этом памятнике стоит женщина, Козлова Людмила Михайловна, мы все говорим, которая с 12 лет встала у станка и всю войну простояла, добывая победу. В Красноярске очень бережно относятся к сохранению культурного наследия. К примеру, в год литературы вновь при поддержке Хазрета Савмена в городе была открыта уникальная выставка памяти писателей-земляков. Сейчас экспозиция представлена в парке имени 400-летия Красноярска, который появился на месте пустыря тоже благодаря поддержке меценатов. Сейчас здесь отличный детский городок, а в ближайшем будущем появится и рукотворное озеро. И это всего лишь малая толика дел Хазрета Савмена, дел, которые совершаются для всех горожан. Дина Володина, Павел Пателицын, новости.